Всем привет! Вы на канале Вульфи Нитрич. Разбираем обновление в Black Desert Online от 28 декабря. Уже скоро Новый год, а значит что? Кулинарный стрим у Вульфи Нитрича и новогодний стрим, тоже с конкурсами разной развлекательной программы. 30 числа приходите готовить вместе с нами, а 31 приходите встречать Новый год, когда у вас будет желание, настроение, если вдруг мы всех будем рады видеть. Также напомню, что если кому-то нужна помощь с донатом, например в мобильную игру в какую-нибудь типа BDM, или там где-нибудь на сайте подписку оформить, или там в Европе играете, вот обращайтесь в Дискорде, я расскажу чем могу вам помочь. Собственно, давайте разберем сегодня обновление, потом чуть-чуть там в Корее отличается обновление от нас, им там поставили осаду новую. У нас все довольно скромненько, хотя в принципе есть интересный контент. Первое, значит, так. Первое, 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 28 число у нас. Открытие предварительного сезона арены Соляры. Что это значит? Это значит, что за победу на арене, за одну победу, две победы и три победы будут даваться награды. Вот такие награды. Также вместе с этой ареной, что нам нужно еще знать? Давай сразу и про аренку расскажем. Контент. Вот расписание арены. Сегодня вот до пяти часов тренировка, после пяти часов рейтинговая арена. В тренировке ты просто ходишь и не теряешь очки за проигрыш, не получаешь очки за победу. А в рейтинге уже, соответственно, ты занимаешь рейтинг. Предсезон будет у нас, смотри, до четвертого, до третьего января точнее. То есть буквально вот эти вот праздничные дни, а потом четвертого января начинается сам сезон арены. И там уже начинается самое интересное, всякие там рейтинги, занимания и так далее. Надеюсь, в этом году мы нормально сможем поиграть на этой аренке. Нитрючу она очень понравилась. Как там справились с проблемами, доз, атаками и так далее, мы узнаем, когда сервера запустят. Также они добавили момент распределения. Значит, если ты участвовал в прошлом сезоне, ну, у нас это не касается, но в будущем, да, когда, например, ты в текущем сезоне поучаствуешь, и в следующем сезоне ты уже изначально, твой рейтинг будет подтягиваться сюда, и ты будешь уже начинать на том же уровне, как и другие игроки. Если же это у тебя первый сезон, то, соответственно, у тебя будет начальный счет, будет тысяча очков. При поражении в распределении игроки очки не теряют, однако при победе получают втрое больше очков, чем обычно. Также выходить вылетать нельзя, потому что будут применяться штрафы. Еще на арену соляры добавили новые шмотки. Бижутерия, шмот, камни инкрустации. То есть теперь можно собирать разнообразные билды под разные классы. Также отобрали, как я поняла, все купленные ранее шмотки, которые были в предыдущих сезонах, и тебе по новой нужно зарабатывать знаки для того, чтобы открывать шмотки. Еще на арене добавили две новые локации. Это у нас ущелье Фуркан, как я поняла. А, врата Бархана, врата Бархана, ну там рядом, да. И храм Гайферансии, который сверху. В храме, в частности, вот в этой вот маленькой норке, будет резаться песнь ветра, с помощью которой можно перевернуть ход боя в желаемое русло. Собственно, все. Вот все, что касается аренки. Сегодня вечером приходите на стрим, точнее, вы будете смотреть уже, когда стрим будет идти. В общем, по этому расписанию Нитрич будет ходить на арену. Надеюсь, дай бог, тфу-тфу-тфу, лагать она не будет. Дальше по ивентам. Дальше по ивентам. Еще больше особого времени на сезонном сервере включили рейты. 300% боевого опыта, 50% навыков и 30% опыта ремесла. Это только на сезонном сервере с 28 декабря по 15 февраля. Долго, долго, долго. Но для того, чтобы те, кто подключается позже, чтобы они успели докачать уровень. Встречаем 23 год вместе с особо ценными сокровищами. Это ивент новогодний, как вы уже догадались. Просто добавили снова споты, в которых можно выбивать вот эти все итемки для сокровищ. Баночки, МПХП, карта и компас. То есть теперь можно не на привычных, например, Лису Маншару, а еще и можно волков на Лугу Наван пофармить, чтобы выбить нужную итемку. Получите благословение на будущее странствия. Помните, нам за предсоздание Мэгу или Усы давали вот такой итем. Он многоразовый, ты его забираешь, юзаешь, у него откат 5 часов. Либо на ремесло, точнее ты получаешь оба, ну и бафаешь, соответственно, на фарм и на ремесло. Так вот, они сделали, значит, так как 28 числа обещали забрать, но увидели, что ребятам всем очень понравился этот итем, то добавили его снова и аж до 14 февраля. Просто заходишь в игру и в достижениях получаешь эти итемки. Вот они, видишь, обе. Не на выбор, а именно обе. Вот. Поздравляем всех искателей приключений с наступающим Новым Годом. Это группа ивентов. Значит, первая. В основном они все с 1 января. Значит, 1 января заходишь в игру и просто получаешь награды. Вот. За вход, за 60 минут, за 120 минут. Закрой, пожалуйста, балкон. Да. Особый сундук для встречи Нового Года. 1 января тоже сейчас пока рано. Призываешь черного духа. Ивент новогоднее желание. Выполняешь его и получаешь новогодний сундучок. Из него можно получить все абсолютно предметы. Новогодние подарки от Лары. Тоже с 1 января, обрати внимание. Находишь Лару на холме. Она находится вот у нас Велия. Вот НПС Лара. Вот этот узел слева. Отдаешь ей ивент сверкающий мешочек. Это то, что ты получаешь по первому ивенту. Так. Отдаешь ей этот мешочек и получаешь на выбор баф. Вот на 10 часов. То, что мы, собственно, с вами делали недавно в Кальфеоне, а до этого в Хиделе. И повышенный шанс получения трофеев от Черного Духа. На 120 минут за 20 энергии ты можешь получить у Духа баф шанс получения трофеев плюс 23%. Вот он здесь находится. Вот 20 энергии. Видишь, кнопка обмен. 20 энергии. Такие новогодние ивенты, но все... А, ну, кстати, вот это сейчас можно уже получить. Вот этот баф с сегодняшнего числа. Все остальные предыдущие ивенты с первого числа. Что? В магазин. В магазине у нас костюм на усу, костюм на усу, костюм на усу. И куча костюмов для тех, кто хочет на кроны это все бить. Вот тут с бонусами разными. Это сундучок с комплектом. Тут, ну, скажем так, лотерейка. Ты вытащишь либо костюм, либо 5 костюмов, либо там какие-то особые костюмы. Таинственный сундук 5 плюс 1. По скидочке 50%. Значит, сэр синиц. Сэр синиц это у нас... Сейчас, извините, промахнулась. Сэр синиц. Что дает этот питомец? Специализация поиск редких монстров. Увеличение шанса получения знаний. И может собирать добычу на большем расстоянии, чем обычно. То есть, я так понимаю, он по типу... Маленькая такая канареечка. В награду ты на выбор еще выбираешь либо олень, который что у нас дает? Сопротивление тепловому удару. Так. Либо снеговичок, который тоже дает сопротивление тепловому удару. То же самое можно купить фрау синицу. Фрау синицу дает то же самое. Все шанс получения знаний. На большем расстоянии собирает поиск редких монстров. И на выбор ты оленя или такую штуку покупаешь. Для укротителей скидки. Для точунов скидки. Ну и просто костюмчик звездной страницы. Так. Теперь поехали обновление само. С ареной соляры мы разобрались. Текущие ивенты еще. Продолжаем ловить иллюзорных бабочек. Значит, первую партию наград мы уже получили. За вот эту лотерейку. Те, которые за первую неделю выдавались. Список там можно найти в одном из новостей. Кому вдруг интересная награда прислалась на почту. Вот. 20 какого? 30 декабря пришлют вот за это. И уже можно принимать участие в следующей. В следующей этой самой до 4 января. Успейте поменять билетики. Получить вот эти. Награды для теплого нового года. Это у нас что? Вводишь купончик. Вот этот вот. В описании его продублирую. И получаешь набор для дома. Также не забывай обязательно покупать вот эти штучки до 28 декабря. А уже все. Уже можешь не покупать. А этот купончик у нас до 31 декабря. То есть до нового года успеете. Так. Поддержка развития для всех членов гильдии. Это в течение двух недель заходи в календарь гильдии. Также денежку отправили уже всем, кто состоит в гильдии в казну. И ваши главы гильдии должны были разослать эти бонусы. Ваш модный образ. Продолжаем. У нас до 4 января еще есть время купить костюм новый. Со скриншотиться. Загрузить. Либо лайкнуть чужой скриншотик. И вам потом пришлют награды. Сделаем этот мир добрее. Это благотворительный ивент. Покупаешь украшение для елки. И если мы накопим общее количество 50 тысяч штук будет куплено. То 50 миллионов вон будет отправлено в... Там врачи без границ или что-то такое. Следуйте за бабочками. Иллюзорную бабочку собираешь. Меняешь. Получаешь награды. Все это мы видели. Активный рост с элегантной бабочкой. Зимний сезон. Это все для сезона. Награды за достижения. За прокачку героя. За прокачку усы. И так далее. По поводу рабамы. Для усы добавили рабамы. И 2 скилла мощи. Значит рабамы конкретно я комментировать сейчас не буду. Смотрите описание. Если у кого-то нет возможности зайти в игру. И пока делайте свои предположения. Нитрич сегодня вечером зайдет. Потестит. И потом планирует выпустить видос с комментариями. Какие рабамы он считает полезными. Какие где применяемые. Что для кача. Что для фарма. Что для пвп. И так далее. Вот. 2 скилла на отхил. Вот такие красивые анимации. С бабочками. Пускать бабочек. Ну и всякие разные контроли. Также добавили вот мощь завет бабочки. И мощь заклятия бабочки. Для моряков хорошая новость. Теперь судоходство будет качаться. Даже когда ты будешь заниматься бартером. Среди обычных островов. Правда это будет получаться всего 25% опыта. От всего опыта. Который можно получить в океане. Однако тоже неплохо. То есть теперь бартеристы смогут наконец-то прокачать себе судоходство. Также перенесли древний артефакт. Который используется для призыва эхо разлома. Сами одиночные призывы остались здесь. Древний артефакт чуть-чуть я так понимаю перенесли. Соляру мы с вами разобрали. Добавили НПСов. Которые меняют итемы с рыбалки. Урожая, кулинарии и алхимии в крупных городах. То есть Риана теперь у нас меняет рыбалку, урожай и кулинарию. А Дали Сайн рядышком стоит с алхимией. Вот нам напомнили на всякий случай, что тут у нас есть. Наконец-то больше герой не будет радоваться. По-моему сколько раз они нам уже обещали. И вот наконец-то сделали, что когда ты получаешь точку, герой больше не радуется. Особенно меня это бесило. Когда ты открываешь сундуки, ты точно знаешь, что там 16-я точка. И тебе приходится ждать 3 секунды, пока герой опустит руку. Перестанет пищать, чтобы открыть следующий сундук. Обмен газовых аксессуаров и аксессуаров Иллирии. Для новичков, старичков, для всех, короче. Добавили возможность у Джетины взять ежедневное задание. Вот видишь, раз в день можно обменивать аксессуары Иллирии уровня усиления 5 и грозовые аксессуары уровня усиления 3, 4 и 5. На аксессуары того же уровня. То есть Иллирию можно еще раз будет обменять. Точнее, Иллирию мы и не могли раньше обменять, но теперь Иллирия, которая получена у тебя, например, за предыдущие сезоны. Допустим, ты взял бижутерию, и она у тебя дублируется. Допустим, у тебя две ожерелки получились. Ты берешь одну ожерелку, меняешь на ту, которая тебе нужна. Или ты взял серьгу, например, по глупости, по незнанию. Ты эту серьгу можешь поменять на кольцо или там на что-нибудь. Просто берешь задание, получаешь, соответственно, отдаешь вот это, и получаешь, соответственно, четвертую ожерелье, ну, либо на выбор, что ты там, да, и точки для заточки стопроцентные. То же самое с грозовым аксессуаром, получаешь стопроцентные заточки. Ну, и четвертую ты меняешь на четвертую, третью ты меняешь на третью. Для выполнения снимите аксессуар, то есть он должен быть в сумке, который хотите обменять, и положите в инвентарь. Аксессуар должен быть без улучшения, то есть без хрусталей, если его можно увеличить хрусталем. Это все нужно будет извлечь перед тем, как производить манипуляции. Ну, и добавлен предмет из сохший кристалл баланса, которым мы стопроцентным шансом точим и лирию. Это сделано для того, чтобы вот тут вот, как бы было понятно, да, что это такое. Но, например, получить пока не написали, где его можно получить, просто это вот, как бы вот такая штука. Костюмчики добавили, это все понятно, это мы тоже разобрались. Монстры. Вот, реорганизация китов, то, что мы с вами разбирали в прошлом обновлении с Кореей. Теперь было, как бы тогда были вопросики, теперь стало более понятно. Пройдемся, освежим память. Значит, во-первых, теперь киты будут появляться не как раньше, боленоский, медийский, кальфионский респ. Нет, теперь киты появляются, значит, в рандомном месте. За 15 минут до появления кита появляется уведомление на сервере, что типа через 15 минут респнутся киты. Одновременно респается, естественно, на всех каналах. И через 40 минут, если ты не убьешь этого кита, он умрет своей смертью. Если же ты убьешь быстрее, то, соответственно, после этого кита появляется 100% второй кит. Даже если он умрет своей смертью, то он тоже появится второй кит. А третий с некоторым шансом. То есть он может появиться, а может не появиться. Другими словами, ты на одном канале теперь можешь убить до трех китов. И, скорее всего, если у тебя, например, вот эти два кита появились, у тебя есть, дай бог, я не знаю, как быстро киты умирают, но тут нам, в пример, поставили 20 минут. Напишите в комментариях китобои, пожалуйста, сколько времени у вас уходит на одного кита. То есть теоретически с откатом в 15 минут вы сможете убить на одном канале два кита 100%. Если не рестница третий, то перейти на еще какой-нибудь канал и там попытаться продамажить кита, который скоро умрет своей смертью. И там потом еще попытаться убить того, который респится со стопроцентным шансом. Видишь, здесь вот что показали. Значит, первое появление одинаковое на двух каналах. Здесь через 20 минут его убили. Появляется второй кит. Здесь не убили. И через 40 минут кит умирает собственной смертью, естественной смертью. После этого появляется второе появление. И, например, здесь ты кита уже не бил, но при этом он умер собственной смертью, и все равно появился третий респ. Так совпало. А здесь после второго ты его убил, третьего появления не произошло. То есть теперь нужно будет как-то мансить, крутить, вертеть, потому что через, ну вот, у тебя в принципе есть получается 40 плюс 40, 80 минут на то, чтобы поменять канал, имея информацию о других каналах, да, сколько там процентов. И попытаться как-то зафармить больше, чем три кита. Да, но прикол в том, что сейчас увеличили еще количество групп, которые могут фармить этих китов. Как мне написали в чатике, до 8 групп собиралось желающих, то есть три группы раньше оставались без дроба. Сейчас, если эти группы рассосутся по каналам, то в этом нет необходимости увеличения, да, потому что есть откат канала, и, например, даже при всем желании за 40 минут ты не сможешь сменить больше, чем три канала. Даже два канала, ну, точнее, ты на одном есть, на втором через 15 минут и на третьем еще 15 минут. То есть, как бы, ну, такое. До 20 групп по 5 человек, соответственно, до 100 человек могут теперь получить награду. Однако, если есть определенный наименьший урон, который нужно нанести для того, чтобы получить дроб, если этот урон не нанесен, то вся группа дроб не получит. При этом увеличили еще шанс, точнее не шанс, а количество выпадения жил. Количество выпадения жира и количество выпадений мяса. Опыт увеличили. Ну, и тут вот потрогали немножко вот этот дроб. Как мне написали тоже в чатике, что единственные, кто 100% разочаруется, это те, кто фармят картину кита. Кто фармят жилы и эти самые, то получилось плюс-минус, может быть, даже с новым дробом будет жил больше выпадать, чем раньше. И при этом ты будешь тратить меньше времени. Также, также. Такие изменения коснулись карка. То же самое, он появляется либо в меди, либо в кальфионе. За 15 минут до появления появляется оповещение. Через 1 час карк умирает естественной смертью. До 20 групп можно фармить. Награды тоже пересмотрели, перебрали по дропу. Что-то уменьшено, что-то увеличено количество, что-то увеличено, что-то увеличено. Лау-лау теперь будет виден на карте. Местоположение вот видно. За 5 минут до появления на сервере появляется уведомление. То есть ребята могут теперь успеть добежать до нужной точки. И когда он умирает, тоже приходит оповещение. Увеличили шанс получения точек сезонных на спотах. Назовем это бустом. На разных спотах увеличили, увеличили, увеличили. Но как бы где-то увеличили в 2,5, в 2 раза. Где-то в 12 раз, в 13 раз. Ну а где-то в 1,5. То есть где-то нормально и так падало, а где-то подняли. Увели, добавили вот такой вот интерфейс для получения дропа. Вот я сходила на Нубера. Видишь? Подошла, у меня питомцы голодные, дроп сами не собирают. Подошла, нажала подбор дропа. Появилась иконка. Можно дождаться окончания анимации, можно нажать LKM. И у тебя появляется информация о том, что же ты залутала. И как бы все. Окно это закрывается эскейпом. Зачем это было сделано, непонятно. Потому что есть, также на стриме подсказали, что сейчас, по-моему, они делали, что когда ты вылетаешь, ты можешь потом дроп зайти и поднять. Сейчас они это убрали, и вроде как информация больше о том, что ты нанес урон, вылетел случайно, больше ты дропа не получишь. Не знаю, может быть для тех, кто не знает, что он получает с босса, у кого не работает системный чат в игре, или еще чего-то, сделали вот такое вот. И причем закрывается оно эскейпом, само не пропадает. Добавили недавно просмотренные знания, зачем-то, тоже непонятно мне, но как бы добавили и хорошо. Число аренд свободы изменено следующим образом, сделали 10 штук теперь. Исправление ошибок, ничего интересного. Теперь давай по поводу патча в Корее. У них все те же самые ивенты, все то же самое. Чего нам еще не поставили, что им сегодня добавили. Битва за узлы, пред, ну как бы с 1 января у них начинается новый сезон осад, и до этого у них типа предсезон, тоже как с солярой. И тут расписали, значит, что, во-первых, максимальное количество баз, то есть это узлы, увеличено до 40. Узел это имеется в виду территория. То есть теперь будет 40 узлов, за которые можно посражаться. Однако теперь можно будет захватить не более трех узлов. Так? Узел захваченный теперь будет давать бонус к инвестициям в узел. То есть, например, вот оккупируется лес Маншару, инвестиции в узел Х2. То есть, как бы, я так понимаю, это для дропа. То есть для тех, кто фармит на этом узле, это будет даваться дополнительный дроп, как с замком сейчас работает. Там просто плюс 50% к шансу выбить ценный предмет, а тут просто вот как бы Х2 к инвестициям в узел. Сияющая медаль будет изменена. Теперь можно будет одинаковое количество получить, независимо от того, победил ты или проиграл. Также на кальфионском приеме они нам анонсировали новые награды. Также добавится механика защиты территории. То есть, если, например, ты владелец узла, к концу осады ты выстоял, но выстояли еще другие кипы, ты считаешься победителем. Если я правильно поняла, если фруст-ниндзя правильно перевел, то как бы ты отдэфал свой узел. Также увеличили размеры узлов, на которые ты можешь поставиться. И, соответственно, как бы на один узел теперь будет больше точек, куда можно будет поставиться. Таким образом, они как бы предлагают нам увеличить количество участников на этих узлах. Еще, значит, увеличили, соответственно, деньги, которые получаются за захват узла. Деньги будут начисляться сразу, хотя вроде бы как они и сейчас начисляются сразу после захвата. Дается, как бы добавят лимит на участие в неделю. Один раз в неделю дается возможность участвовать. Но у всех возникает вопрос, кто внимательно слушал, что можно будет захватить до трех узлов, и как же это сделать с однодневным лимитом? Все просто. Этот лимит, как бы ты расходуешь участие, и если ты, например, выполнишь определенные условия, а в частности уничтожишь вражеский форт или достигнешь общее количество убийств, смертей 20 или выше, то тебе возвращается вот этот вот лимит, то есть ты как бы поучаствовал в осаде, выполнил минимальные условия, то есть ты проявил себя как активная гильдия, тебе дает возможность на следующий день еще раз поучаствовать. То есть теперь затычки, например, можно будет ставить один раз в неделю, либо там имитировать какую-то активность, типа, например, 20 раз умереть от кого-то, или 20 раз кого-то убить, ну, чтобы потом эту затычку можно было поставить в следующий раз еще раз. Вот, это если коротко, есть еще детали, например, там внесены лимиты будут на участников, то есть теперь 100 человек на первый узел уже не пойдут, там, свои какие-то нюансы, и все это будет объявлено в Корее после 1 января, когда начнется сам сезон, тогда мы увидим с вами более детально правила. Также добавили на Корею функция предустановки инкрустации. Как тут написано, можно зарегистрировать до 50 кристаллов, будет общая сумка, как я понимаю, этими кристаллами смогут пользоваться все персонажи на аккаунте, до 5 пресетов можно будет создавать. Соответственно, если у тебя в шмотке стоит, например, камоз, в пробуждении у тебя есть открыты эти две дырки, то если ты в пресете поставишь туда камни, то ты сможешь ими пользоваться. Если ты зайдешь на твинка, у которого нету этого камоза в пробуде, и эти дырки закрыты, то ты этими камнями пользоваться не сможешь. Короче, такая система. И, соответственно, если ты, например, зайдешь на твинка, у которого эти камни работают, умрешь, потеряешь камень, то все. Короче, надо следить будет теперь за тем, какие камни инкурсации ты используешь каким героем, чтобы ценные камни Смейна на твинке случайно на мировом боссе, допустим, не потерять. Вот. Ну и все, в Корее больше ничего интересного не поставили. Всем хорошего дня, спасибо за просмотр, приглашаю еще раз всех на стрим новогодний, всех с наступающим, кого больше не увидим, но мы будем стримить, мы никуда не планируем уходить. Вот. Так что новогодние праздники мы с вами, кому будет скучно и интересно, приходите к нам. Всем хорошего дня, до связи, до встречи в следующих видосах и на стримах. Пока.